наконец-то мне пришла моя мышка red dragon я выбирал купить ли мне так сказать red dragon или razor я подумал что блин хочу рискнуть куплю неизвестную мне фирму red dragon по идее это классные китайские игровые мышки high speed high control high response максимальная dpi 10 тысяч ну вообще насколько я знаю реально у сенсора максимум 5000 это типа интерполяция 9 клавиш 5 режимов и типа мощные драйвера не знаю что они этим хотели сказать купил я это а посмотрите по ссылке в описании обошлась она мне в 21 доллар 21 доллар не так уж и много более дешманский точнее самый дешманский razor был 28 переключение цветовых режимов нас программируемая кнопочка блин колесико короче кучу всяких кнопочек которыми я обычно не пользуюсь подсветками я честно говоря вообще в этой мышки не интересовало я хотел классную мышку которая четко работает и блин все чтобы четко работала на боковой панели у нас опять написано что колесико блин rgb подсветка переключатели режимов эргономические кнопочки и заголдованный usb разъем давайте откроем ну-ка ва-па-па-пам отлично это все лишнее все лишняя комплектация сама мышка и и это наверное драйвера причем не просто драйвера у нас к это еще книжульца здесь зачесалась я не уверен что нам нужен диск ну что все нужные драйвера можем скачать с сайта производителя а книжка это у нас всякие инструкции по настройке мыши тоже не особо то и интересно все что нужно я расскажу в этом видео сейчас же мне хочется обратить внимание на саму мышку покрытие у нее так сказать немножко soft touch вот это глянец кабель кабель ну-ка он у нас как правильно сказать плетеный наверное вот наш знаменитый наконечник позолоченный так сказать ну он конечно желтенький но я не уверен что он прям позолоченный на кабеле есть стабилизатор от скачков а само качество плетения ну неплохо качество мне кажется он не порвется прям хотя рвать конечно специально я бы его не стал давайте посмотрим поближе саму мышку на ощущение она очень хорошая те обзоры которые видел в интернете перед заказом они меня несколько смущали насчет качество мышки потому что нифигасики никто не показывал а сейчас я держу ее в руках тактильное ощущение очень очень хорошего меня лично реально качественно я вот на данный момент я не пожалел что не взял райзер небольшая демонстрационная поездочка возле мышки ну конечно же правая сторона мышки очень симпатично облегающая рука у меня по крайней мере в нее ложится на ура нижняя панель мышки тоже вполне себе симпатичная достаточно крупные крупные ножки скользящие выглядит выглядит классно вот кнопка для переключения режимов мод switch ну и сам дизайн дизайн мышки сверху симпатично красиво я не знаю что еще сказать осталось ее только потестировать сейчас подключим поставим драйвера с официального сайта и посмотрим что может данная мышка я скачал программу red dragon cobra gaming mouse запустила здесь у нас можно настроить пять профилей которые будут переключаться кнопочкой на дне мышки ну допустим мне это не нужно поэтому посмотрим дальше какой есть функционал у мышки для начала все абсолютно все клавиши на наши мыши можно настроить вплоть до левой и правой клавиши мыши вот здесь буквально все что хотите выбирайте также можно выбрать акселерацию мышки скорость указателя скорость прокрутки и конечно же скорость двойного клика не обошлось и без скорости опроса мышки по умолчанию стоит 500 герц можно поставить 1000 герц если вам очень хочется хотя мне кажется 500 герц уже для игрушек даже хватает следующий пункт dpi по умолчанию на нашей мышке настроена две клавиши для понижения и повышения dpi на dpi 1 не очень удобно работать а вот dpi 2 оказался для меня вполне комфортным режимом как для игр так и для работы фоторедакторах ну иногда я переключаюсь на dpi 1 если мне нужно обработать какие-то маленькие элементы с большой точностью следующий пункт это lightning мы можем настроить скажем так дыхание подсветки радугу просто подсветку подсветку волнами подсветку без слежения ну конечно же реактивный режим это когда вы двигаете мышку она начинает подсвечиваться flash я честно говоря не очень понял как он работает ну и конечно же просто без подсветки режим дыхания можем выбрать красненький цвет для того чтобы было это лучше видно радуга ну давай мы шулечка поехала разноцветная радуга так просто подсветка волны go without trace странненький режим когда без перехода в цвет меняется reactive мышку не трогаем она не светится покатали засветилось ну и конечно же flash что именно дает этот режим не совсем понятно мне кажется мышка просто иногда включается а иногда гаснет режим странный и немножко страшный ну и конечно же off когда мышка полностью не горит а вот по поводу того что у мышки 16 миллионов цветов у меня небольшие сомнения потому что например выберем зеленый зеленая ну вроде бы да выбираем светло зеленый видите отдает она куда-то в синеву более темно зеленый ну хорошо более темно зеленый хотя немножко голубоватым отдает если честно выбираем красный красный да выбираем светлый красный опять ну что это она синяя стала выбираем темный красный какая-то не знаю фиолетовая немножко в общем с полным покрытием спектра в 16 миллионов цветов у этой мышки некоторые проблемы но я взял ее не из-за подсветки так что это не принципиально лично для меня главное в том что основные цвета она воспроизводит нормально мне хочется сказать что это лучшая наверное на мой взгляд игровая мышка за 20 долларов очень точное позиционирование курсор не скачет я поменял предыдущую мышку именно из-за того что курсор у меня иногда скакал в самый неподходящий момент поэтому 20 баксов она стопудово стоит ссылку на магазин я дам в описании если вам понравился обзор обязательно ставим лайки не ливись подпишись спасибо и пока пока